Въезд запрещен. Границы с Азербайджаном на территории Дагестана временно закрыты из-за коронавируса. Благодаря им человек, попавший в беду, никогда не останется один. Сегодня во всем мире отмечается День социальной работы. Кто и как помогает одиноким и нуждающимся в Дагестане, выясняли наши корреспонденты. Дагестанский спорт на карантине. Все соревнования и турниры в республике попали под временный запрет. Коснулась эпидемии и турниров международного значения. Подробности через несколько минут. Россия закроет границу с Азербайджаном из-за коронавируса. Правительство России приняло решение с полуночи 18 марта ограничить все виды транспортных сообщений. Пересекать российскую границу смогут граждане Азербайджанской республики, которые имеют вид на жительство, дипломаты, экипажи, транспорты международных линий и пассажиры транзитных рейсов. Такое ограничение напрямую касается Дагестана, ведь в республике на российско-азербайджанской границе действуют три пограничных пункта пропуска. Тем временем откроется новый авиарейс между Махачкалой и Тюменью. Рейсы будут выполняться с мая этого года по пятницам и воскресеньям, с июня по вторникам и воскресеньям. Билеты уже в продаже. По данным агентства ТАС, аэропорт Махачкалы изучает возможность запуска прямого авиасообщения в города Екатеринбург, Сочи, Волгоград, Ставрополь, Самара и Симферополь. Два месяца под стражей пробудет глава Ахтынского района Дагестана. Советский районный суд города Махачкалы арестовал чиновника до предъявления обвинения. Напомним, осман Абдулкеримов был задержан 6 марта по подозрению в превышении должностных полномочий. По данным следствия, он продал земельный участок стоимостью в 3 миллиона рублей всего за 27 тысяч. Дагестан в числе самых безработных регионов страны. К такому выводу пришли исследователи РИА Новости. Согласно их данным, Дагестан и Чечня замыкают тройку рекордсменов по количеству нетрудоустроенных в регионе. Абсолютным лидером стала Имбушетия. Там находится без работы более четверти населения. На втором месте – Северная Осетия. Издание опиралось на данные за ноябрь 2019 и январь 2020 года. Исследование помогло выяснить, что на сотню вакансий в Дагестане приходится более 23 тысяч безработных. Стоит отметить, что в прошлом году показатель Дагестана был выше на 0,2%. О них мало знают, но их значение в жизни общества очень велико. Сегодня во всем мире отмечается День социальной работы. Соцработники помогают пожилым и одиноким людям, инвалидам и тем, кто в силу обстоятельств оказался в трудной жизненной ситуации. Героиня нашего следующего сюжета Шахрузат Берцинаева обслуживает до 12 подопечных. Алина Багилова пообщалась с представительницей благородной профессии. Работник социальной службы Шахрузат Берцинаев одна из немногих, кто часто посещает дома одиноких пенсионеров, нуждающихся в особом внимании. У Хабсата на частый гость. Приходят 2-3 раза в неделю. Постоянно бывают с ней на связи. Дети и внуки женщину навещают, но у каждого свои повседневные дела и заботы. А муж умер молодым, поэтому социальный работник для бабушки Хабсат почти как член семьи. И продукты принесет, и про здоровье спросит, и чай выпьет. С удовольствием побеседует и выслушает. С каждой из них есть свои болячки, есть свои проблемы. Конечно, когда приходим, мы стараемся как-то морально их поддержать. Стараемся делать так, чтобы им было более комфортно с нами. Работать в социальную службу Шахрузат пришла 4 года назад. Всего она обслуживает 12 подопечных. И каждому надо что-то купить, оплатить, помочь поменять лампочку, сделать уборку, приготовить, кушать. К тому же для большинства из них она практически единственный собеседник. Пилососит, вытирает поле. Когда что нужно, она в магазине покупает мне. Она хорошая, очень хорошая, я довольная очень. Она всегда приходит, всегда помогает. Я довольная очень. Спасибо государству, что такие люди дают ухаживать. У каждого из них своя проблема, своя боль. Зачастую приходится делать и для стариковой то, что не входит в так называемый перечень услуг. Главное иметь доброе сердце и способность сострадать. Она и стихи может сочинять. Спасибо. Говорить, петь, да. У нее есть такие таланты. Очень любит чистоту. Бабушка делится, что скучать не приходится. Хапсат в свободное время и книги читает. И даже стихи пишет на своем родном языке. Алина Багилова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ Махачкала. Еще одна несанкционированная свалка выявлена сотрудниками Россельхознадзора во время осмотра земель сельхозназначения. На этот раз незаконный мусорный полигон обнаружен в селении Калина в Катарумовского района. Основанием для проверки стали многочисленные жалобы жителей села. Отмечается, что площадь захламленной территории составляет 3000 квадратных метров. Возбуждено дело об административном правонарушении. Отметим, что несанкционированные свалки выводят из сельскохозяйственного оборота значительную часть земель, привнося в них загрязняющие вещества. Ну а в Эльтавском лесу появится зона отдыха. Такое решение было принято мэром города Салманом Дадаевым в ходе масштабного субботника. В администрации Кировского района подчеркнули, что территорию отдыха обеспечат уже к майским праздникам. Здесь будет возможно провести пикники и зону отдыха обязательно увеличат, если она получит положительный отклик среди населения. Дагестанский спорт на карантине. Все соревнования и турниры в республике попали под временный запрет. Как сообщают в региональном министерстве спорта, мера вынуждена и связана с угрозой распространения коронавируса. Речь о турнирах не только республиканского значения, но и всероссийского, а также международного уровня. На какие сроки продлиться запрет, в ведомстве не уточнили. Квалификация боксеров на Олимпиаду также отложена до мая. Накануне рабочая группа Международного Олимпийского комитета прервала и отложила проведение европейского квалификационного турнира в Лондоне в связи с пандемией коронавируса. Таким образом, вечерняя сессия третьего дня соревнований стала последней. Альберт Батыргазиев успел завоевать олимпийскую лицензию, выиграв Уильяма Танко единогласным решением судей. А Расул Салеев в своем поединке уступил британскому боксеру. Остальные наши спортсмены Муслим Гаджи Магомедов и Зимфира Магомеда Леева в борьбу за лицензии так и не вступили. Бой Магомеда Исмаилова против Александра Емельяненко перенесен на лето. Об этом стало известно сразу после экстренного совещания Оргкомитета турнира АСА-107 в Москве. Напомним, что один из самых ожидаемых поединков весны был запланирован на 3 апреля. Однако из-за угрозы распространения коронавируса мэрия Москвы запретила проведение в столице любых досуговых мероприятий с числом участникам более 50 человек. Указ поставил Лигу АСА в затруднительное положение. В связи с этим руководство промоушена объявило о переносе трех своих турниров в Санкт-Петербурге, Москве и Варшаве на новые даты. Поединок Исмаилов-Емельяненко возглавит карт бойцовского вечера 24 июля. На текущий момент в России известно о 93 случаях заболевания коронавирусом. Из них 53 в столице страны. Редактор субтитров А.Семкин